Эльвира Барякина. Женщина с большой буквы «Ж». «Счастье – это когда есть кого любить, что делать и на что надеяться». Китайская поговорка. Дневник. 7 мая 2005 год. Я уже пыталась заводить дневник. Во втором классе учительница нам следить за природой и отмечать наиболее интересные явления. Первая запись в моем дневнике гласила «Бабушка боится мышей». Вторая. Живая мышь. Один рубль тридцать копеек. Дохлая. Два рубля. В честь поступления в университет мама подарила мне адресную книжку небывалой красоты. Атласная бумага, кожаный переплет. Похабить ее телефонами Жека у меня рука не поднималась. И я начала записывать туда мысли. На букву «А». А на меня Извольский смотрит. На букву «Б». Баранова – дура. На букву «В». Верность. Вот чем я его замучаю. Летопись обрывалась на странице с буквой «Ж». Понятно, что на ней было написано. В течение последующих двадцати лет я писала все, что угодно, кроме дневника. Романы, уставы и заявления в ЗАГС. Вчера мой психоаналитик Арни сказал, что без дневника мне больше нельзя. Записывай все, что тебя волнует. Спроси себя, кто ты. Кто я? Я человек необычной биографии и необычных страданий. Меня зовут Март Штенш. Когда-то была Маргаритой Тиньшовой, но со временем часть имени отвалилась. Живу в Северном Голливуде, в самом паршивом городе на свете. У меня отвратительная работа. Я литературный агент. У меня дурацкое хобби. Я пишу книги. У меня толстая попа. У меня нет мужа, детей и полезных привычек. Зато у меня есть место на кладбище. Мы с Мелиской ездили туда на прошлой неделе. Посидели на могилках, поскорбели. Лучше всего храниться в Италии, сказала Мелисса. Там, что не склеп, так дворец. А у нас на кладбищах только коз пасти. Она ворчала, потому что ей досталось место под забором. Зато у меня будет самая интересная табличка. Ко мне даже экскурсии будут водить. Знаешь, что я напишу? Что? Омолаживающая могила доктора хиромантических наук мадам Мелисса Тернер. Исцеление от бородавок и женского недомогания. А я решила, что у меня будет только имя и эпитафия по-русски. Любви искала, так и не нашла. И Нобелевку жаль не получила. Зато сия изящная могила к моей фигуре очень подошла. Судьба человека. 8 мая 2005 год. Аквариум во всю стену. На столе проволочный человечек в лодке. Мой психоаналитик Арни называет его пациент, гребущий к счастью. Когда мы встретились в первый раз, Арни спросил, почему вы здесь? Да вот, смысл жизни потеряла. А у вас он нигде не завалялся? Арни похихикал и начал меня хвалить. Так я стала его постоянным клиентом. У него приятный голос и горячие ладони. Темечка покрывает белая грива, и когда Арни сидит у окна, вокруг его головы зажигается нимб. Он умеет расспрашивать так, что ты чувствуешь себя звездой. Твоя дурь — это благородное заболевание. Твои тараканы в башке бесценны. Половина голливудского бомонда лечится у Арни от плохого характера. Мне лестно находиться в такой компании. Придешь к нему на прием, опустишься в кресло. А ведь на этом месте сидели самые известные задницы мира. Мы разгребаем мою биографию, как археологи древние развалины. Особо тщательно Арни копается в детстве. Она у меня уникальная. Такого ни у одной голливудской звезды нет. Папа-коммунист, мама-передовик. Сам Арни рос в 50-е, во время охоты на ведьм. И для него это звучит как «папа-вампир, мама-оборотень». Я с удовольствием щекочу ему нервы. Мне нравится удивлять человека, которого ничем не удивишь. Иногда мы спорим. Арни пытается доказать мне, что смысла в жизни нет и быть не может. Ну как же не может, если раньше он всегда был? Поначалу он заключался в маме. Помню, как я ждала ее с работы. Заберусь на подоконник, подожму колени к подбородку и смотрю на улицу. Вдруг сейчас в толпе мелькнет белая шапка. Потом было много других смыслов. Постепенно мамина место заняла наша дворовая компания. Мы прыгали с крыш гаражей и лазили в подвал из дурной репутации. Наша стая казалась нам центром вселенной. Ее признание было высшей наградой. Ее порицание — катастрофой. Казалось, планеты не должны сходить с орбит. Но однажды я обнаружила, что вращаюсь уже вокруг другого солнца. В моей душе поселилась любовь. И там не оставалось места ни для кого, кроме ясноглазого Запаскина. В университете его заменил доцент Пьющенко. Потом на горизонте появился муж номера один — Димочка Кегельбан, который вывез меня в Америку. Объекты были не так уж и важны для меня. Важно было хмельное чувство влюбленности и желание петь, летать и умереть одновременно. Моя любовь сдохла, не выдержав конкуренции с реальностью. Деньги — вот о чем я думала, шлепая мимо роскошных нью-йоркских витрин. Люди, скиньтесь по доллару мне на богатство. От вас не убудет. Но людям было жалко. Деньги появились вместе с работой в престижном журнале. Я засиживалась в редакции до полуночи и вместо снов видела производственные совещания. Но потом меня уволили по собственному желанию президента. На меня снизошло откровение. Господи, да я тратила жизнь на то, что мне было не нужно. Я сто лет не была в театре. Мои платья выходили из мода до того, как я успевала их надеть. Я вышла замуж за военного фотокорреспондента и переехала в Лос-Анджелес. Теперь мне хотелось самоуважения. Я думала открыть свою фирму, ездила в Африку, развелась с мужем номер два и завела мужа номер три, миллионера и процветателя. Пенсия подходила ближе, и ничего не было сделано для бессмертия. Бог хлопнул в ладоши, и мир опять перевернулся. Мне показалось, что я должна стать известным писателем. Хозяевами моей жизни стали мифические люди, читатели, которых я знать не знаю, но от которых зависело все, и моя самооценка, и настроение, и вера в успех. Я писала книги, публиковала их, и каждый раз ждала славы. Но ничего не происходило. Переосмысление произошло из-за Бориса Стругацкого. Я не помню, как это звучало дословно, но он сказал, что вне зависимости от качества книги всегда найдутся люди, которым она понравится, и люди, которые ничего не оценят. При этом подавляющему большинству будет совершенно наплевать на твое творчество. Я опять слетела с орбиты. Слушая мои признания, Арни сплетает пальцы на колени. Ты уже начала вести дневник? Да. Тогда пиши еще и мемуары. Так мы сможем обнаружить истоки проблемы. Арни как-то говорил мне, что депрессии в основном проистекают от избытка свободного времени. Похоже, он решил лечить меня трудотерапией. Если я все время буду писать, мне некогда будет обдумывать свое несчастье. А все-таки без смысла жить нельзя. Вокруг какой бы звезды мне поворачивается. Барбара, зову я домработницу, угадай загадку. Что такое? Большое, светлое, вдохновляет, ободряет, освещает путь и должно присутствовать в жизни каждого человека. Барбара, волоокая мексиканская дива, выходит из кухни. Холодильник? Женщина американского кинорежиссера. 24 мая 2005 год. Я безумно влюблена в Кевина, режиссера Исукина сына. Безумно не потому, что ночей из-за него не сплю, а потому, что он давно и безвозвратно женат. Кевин хорош собой. В его годы иметь крепкие зубы и скромную лысину – это большое достижение. Мы познакомились в застрявшем гостиничном лифте. Я поднималась в номер к знакомому писателю и несла ему в подарок бутылку Мартеля. А Кевин хотел скрыться у себя от журналистов. Секса у нас не было. У нас было распитие спиртных напитков в общественном месте. Мы сидели, прислонившись друг к другу, и Кевин рассказывал, как шевалье де лакруа Маране изобрел коньяк. Он был законченным алкоголиком. Один раз надрался до того, что ему привиделся сатана. Дьявол хотел выпарить из него душу и кинул шевалье в чан с кипятком. Варил да приговаривал. «Так просто твою душеньку не вынешь? Тебя нужно два раза сварить». Очухавшись, благородный мусье решил вынуть душу из вина. Перегнал его по дьявольскому рецепту два раза. Попробовал. Вкусно. С тех пор коньяк так и делают. После того случая в лифте мы с Кевином регулярно устраиваем интимные дегустации. Его жена, Сьюзан, ревнует до истерик и называет меня недоулетворенной стервой. А я хихикаю. У меня секса не было лишь 15 месяцев, а у нее 6 лет, насколько Кевин знает. Впрочем, тут дело не в сексе. Сьюзан обидно, что ее муж дружит со мной, а не с ней. Совсем отказать мне от дома она не может. Врага следует держать под присмотром. У них вообще все происходит под знаком «не могу». Не могу любить, не могу понять, не могу развестись, не могу видеть. Сьюзан на всех фотографиях выглядит так, будто ее только что представили к награде. У нее тот тип лица, который всегда найдет спрос в рекламном бизнесе. В ее жизни не может быть развода. Родственники, друзья и журналисты знают, что ей нелегко с мужем, но она его не осуждает. Быть супругой творческого человека – это тяжкий крест. И Сьюзан готова нести его до конца. Каждый день Кевин уходит в 7 утра и возвращается в 12 ночи. Каждый день Сьюзан ждет его с поджатыми губами. Он удирает в ванную, пьет там коньяк и смотрит кино по детскому DVD-плееру. «Не живи так», – говорю я Кевину. «Не могу». Он трехмерен. Его первая ипостась – режиссер блокбастеров. Вторая – интеллектуал, знающий цену людям и вещам. Третья – человек, всем желающий добра. Кевин постоянно блуждает в этих трех соснах и никак не может из них выбраться. Что-то одно всегда противоречит другому. Вчера Сьюзан позвонила и пригласила меня в гости для того, чтобы Кевин остался дома. А я что? Я пошла и своего мопса Ронского-Понского взяла, чтобы он ей на ковер нассал. Ронский вместо этого нюхался с ее лабрадорихой. Чего нюхаться-то, спрашивается, если оба кастрированные? Впрочем, мы с Кевиным тоже нюхаемся безо всякой надежды на счастье. Детство. 1970 год. Мне 4 года. Я большая. С этой зимы мне повязывают шарф узлом наперед и разрешают одной ходить по квартире. Плутать в ее сумеречных коридорах очень интересно. На стене висит полуразобранный велосипед дяди Сережи, и я восторженно кручу огромное колесо со спущенной шиной. Мне представляется, что это колесо обозрения. Если с помощью клея приделать к нему оловянных солдатиков, то... Да знаю, знаю. Папа поссорится из-за меня с дядей Сережей, и тот не позовет его смотреть телепередачу «Кабачок 13 стульев». А когда папа остается без стульев, я всегда остаюсь без компота. В углу белым айсбергом возвышается холодильник бабы Шуры. Туда строго-настрого запрещено лазить. А я и не лажу. Там все равно ничего нет, кроме половины старого батона и каких-то свечек в картонной коробке. Баба Шура их очень бережет и не использует даже, когда отключает электричество. На прошлой неделе у нее был день рождения. Баба Шура испекла торт со сливочным кремом и выставила его на подоконник пропитываться. Пока гости пили за здоровье именинницы, я тихонечко прокралась на кухню и навтыкала в торт бабы Шурины свечи. Брать спички мне не разрешали, поэтому я позвала маму. Пойдем, надо зажечь свечки и сказать бабе Шуре, чтобы она их задула. Мама неохотно оторвалась от разговора о праздничных наборах и пошла со мной на кухню. Увидев мое произведение, мама очень ругалась. Правда, шепотом, чтобы никто не услышал. Потом долго залепливала кремом дырочки от свечек. Про то, что случилось, она никому не сказала, а то бы гости торт есть не стали. И в тот же день купила бабе Шуре новые свечки. Только почему-то не в хозяйственном, а в аптеке. Еще в коридоре стоит вешалка с пальто. Если на нее долго смотреть, то поймешь, что это рожа индейца. Я его боюсь и всегда прохожу мимо как можно скорее. Над ним на верхней полке белеет заячья шапка. Это маленькое привидение, младенец-грудничок. Летать оно пока не умеет, но я знаю, скоро научится. А под вешалкой храпит Николай Петрович, сапожник из мастерской при ЖЭКе. Он опять нажрался и не донес себя до койки. Я люблю, когда он нажирается. Он тогда либо поет «Едут-едут по Берлину наши казаки», либо спит. А когда он спит, я могу безнаказанно стырить у него резиновый клей, чтобы приклеить на велосипедную шину моих солдатиков. И бог с ним с компотом. Баба Шура обещала меня ирисками угостить. Машина желаний. 28 мая, 2005 год. Арни говорит, что я должна быть доброй феей. Вспомни себя в детстве. Ты наверняка хотела, чтобы у тебя была крестная фея, которая бы исполнила твое заветное желание. Было такое? Было. Ах, по молодости я действительно нуждалась в помощи потусторонних сил. Мне очень хотелось погибнуть за правое дело, стерпеть пытки фашистов, ничего им не сказать и попасть в список пионеров-героев. Но все фашисты в нашем районе вымерли задолго до моего рождения. Так вот, предложил Арни, представь, что ты и есть добрая фея. И ты послана на землю, чтобы помогать людям. Твоя жизнь сразу же наполнится смыслом. Ты обретешь душевный покой. Я долго думала, кого бы мне осчастливить. Племянника Джоша? Фиг ему, он мне и так шесть штук должен. Сестру Лелю? Подругу Мелиссу? На автобусной остановке сидел черный паренек с глазами побитого щенка. Я подошла. Какое твое самое заветное желание? Фак ю. Ну, пошли. Не пошел паразит. Людям не нужна моя доброта. О доблестях, о подвигах, о славе. 30 мая, 2005 год. Кевин позвонил в 6 утра. У меня для тебя новость. Сегодня ты снимаешься в кино. В роли кого? В роли одной женщины. Ты идеально подойдешь. Я насторожилась. Последние два месяца Кевин снимал фильм про марсиан. Монстром быть не согласна. Да при чем тут монстры? Тебя даже гримировать не придется. Ну, почти. Ээээ... Как хочешь. Только потом не жалуйся, что я тебя на съемки не беру. Съемочный павильон. Провода, рельсы, куски звездолетов и будуаров. Кевин, что есть сил, орал на пришельцев. Марсианинах! Вам с такими рожами не землю завоевывать, а машины парковать. Вот ты! Кевин подбежал к центральному уродцу. Ты что, никогда на расстрел не ходил? Тебе сложно повстанцу по шее двинуть? Марсианин с ненавистью смотрел на него. Пусть он на тебе потренируется, шепнула я режиссеру. У него получится, вот и видишь. Кевин сурово зыркнул на меня. Ладно, перерыв. Всех ненавижу, уроды. Брятцы оружием уроды разошлись пить кофе. Костюмеры и гримеры поскакали следом, следить за доспехами и рогами. Какие у меня будут слова? Спросила я Кевина. Тот устало листал сценарий. Никаких. Тебе надо просто полежать на столе. То есть? Ты будешь изображать павшую в боях. Я что, труб буду играть? Ну да. Постанцы будут целовать тебя в лоб и клясться, отомстить. Ну как, нравится? Спросила гримерша Стелла. Специалист по огнестрельным ранениям и покойникам. Из зеркала на меня смотрела бескровная рожа с тяжелыми мешками под глазами. Блестяще, сказал Кевин. Натуральный мертвец. Перестань потеть. Я не могу, мне жарко. Стелла, попудри ее. У тебя есть что-нибудь от пота? Тальк для ног. Шутники нах. Будем до вечера снимать, пока не закончим сцену. Сцена хрен знает какая, дубль хрен знает какой. Я лежу, я не ржу, я стараюсь не дышать. Вот известная звезда с автоматом на плече наклоняется ко мне. От звезды разит пивком. Звезды любят алкоголь. И вообще, теперь я знаю, кто как пахнет и что ест. Это тяжелая утрата для повстанческого движения. Уходят лучшие из лучших. Наш долг отомстить. Наш долг не сдаваться. Наш долг каждый день вдохновляться героическим примером. Снято! Кевин подошел ко мне. Ну, слава богу. Лежало загляденье. Дай я тебя хоть поцелую. Не далась. Меня сегодня нацеловали на три года вперед. А вообще сниматься в кино мне не понравилось. Хотя теперь у меня будут фотографии собственных похорон. Штатный фотограф все заснял. Затребую с Кевина снимочек. Вставлю в рамку и повешу над камином.